сегодня мы идем по местам где базировались войска царские инженерные у них остатки старых укреплений ну тут инженерка была то есть они не воевали строили собственно мы в два металлоискателя то есть в основном то есть вот попались мне кованые скобы почему видите такие это матерые конечно очень много захламлено пробками и нашли вот охотничьи патроны то есть даже нашли место куда упали пули они вот от песок смялись вот этот били здесь охотничьим этот нарезные 5 копеек с современной которые тоже редко попадаются вот этот металлоискатель м дэшка пищит 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 но находит мало этот практически вообще не пищит и пинпойнтером я отсекаю помехи и ну копаем слава богу ну я копаю меньше чем данил тем самым экономлю время я за это время вот эту вот гору прошел слева идет промойна то есть туда правда весь мусор снесло не только что-то полезное ну консервных банок старых гнилых вот юбки от этих банок ну то есть вверх окантовочка это сама банка сгнила то есть находим и мы сейчас уйдем в район где у них была купалка посмотрим что там интересно периодически попадаются конкурирующие фирмы то есть вот такие раскопы то есть кто-то здесь уже гулял наверху тоже и прошлогодние но при этом например они не нашли ни пуль не вот эту вот железку я всегда гнул скобу вот я прям выкапал то есть я хочу сказать ребят не теряйте надежды то есть не всем везет то есть тут еще важна удача и обратить внимание то есть вот находки есть даже с простыми дешевыми металлоискателями и если если рядом то есть вы найдете или вместо битвы там татаро-монгол то вы все равно будете находить находить не глубоко то есть вот нам коп лопатки и уже находки есть есть наконечники стрел копии сломанные там что-то обломки вот вы найдете то есть главное найти место вот нет травы пиликнула в одном месте гильзы и снег видать зимой стреляли то есть снег растаял и вы прям глазами зимние находки вот вы их видите они здесь я мне надо было глубоко копать что-то искать после снега все что сошло трава прижата разлив идет пока он все здесь не затопил поищем еще сейчас еще небольшая история вот вот вы видите пень и вот после зимы вот попадаются такие мышиные норки разрыты будьте осторожны них и надо змеи то есть меня было такое что копал вот сейчас еще пока они не проснулись что хорошо не но уже клещи есть не забывайте опрыскиваться и вот они вот они норочки особенно пани они трухлявые любят вот за что я люблю свой лес что тут мало вот этой вот жижи то есть в ней конечно копаться страшно не хочется я обхожу такие места стороной хотя я вижу что здесь можно найти даже детали от мотоцикла но есть вот мы завтра поедем другой район где татаро-монголы прошлись сожгли там неоднократный монастырь деревне там глина глинючая вообще у нас песочек хороший вот здесь здесь видать хорошо вот на утку ходили 16 калибр латунная красавица такая капсюль нету и вот жалко нет пинпойнтера я уже он разрыл тут целый овраг но пищит показывает что где-то что-то здесь лежит но не можем найти то есть мелкую монету без пинпойнтер вот в глине вы не возьмете особенно тут неудобно копать камни короче ладно идем дальше нескольких километров было какая-то стоянка древних людей что ли посмотрим что там интересного но копать там не будем точно тяпку нашли это наверное вторая часть не это рядом было так тут у нас огроменный красавец дуб стоит и вот рядом вот здесь вы видите корней полном что вот их пропилить у меня маленькая пилка но это в швейцарском ножики она есть чем интересен вот такие вот махины дубовые то есть обычно то есть прятали сокровища не просто так а старались какую-то там камень что было рядом или вот пример рядом или под дубом вот таким все давайте посмотрим вдруг нам повезет прилипла кляшки ожога нет то не медуза пакет а у меня наоборот блестит как будто монета да царский червонец нет это друзья крышка бутылки нету здесь сокровища идем дальше места красивые там на горе заброшенные домики какая-то база отдыха классно сейчас идем к старинному роднику там здесь дорога проходила тоже вот но рыбачили на оке и соответственно возили рыбу здесь плюс за водой приходили вот то есть посмотрим дорога вот такая соответственно ну мы короче пешком машину оставили там далеко посмотрим что интересного там приготовили вот у нас пуск к роднику но такие эти бревнышки красивые но мы немножко опоздали вот и попали когда его затопило к сожалению то есть туда уходит он где был тут вот где туда ну ничего есть вариант вернуться еще сюда посмотреть посмотрим здесь видно что старые деревья вкапывали чтобы спускаться шмель проснулся ну чё еще будет интересное видео значит